Время финансового аспекта. На прошлой неделе курс доллара снижался. Некоторые аналитики не исключают, что рубль может укрепляться и дальше. С прогнозами у нас в студии Руслан Валеев, представитель компании Финам. Руслан, добрый вечер. И, суть по всему, интерес к российской валюте возобновляется. Почему? Добрый вечер, Владимир. Действительно, в последние две недели мы видим укрепление курса рубля по отношению к доллару. И это происходит прежде всего потому, что на протяжении двух месяцев уже рынок нефти в целом стабилен. Котировки преодолели 40 долларов за баррель и находятся стабильно выше этой отметки. Вот сейчас мы видим график рубля к доллару, и он демонстрирует, что на протяжении полутора месяцев у нас идет укрепление рубля. Действительно, около 67 рублей мы сегодня платим за 1 доллар. Каковы перспективы? Здесь вопрос, конечно же, сложный. Потому что сейчас мы находимся на локальном таком минимуме, и из этой точки некоторые аналитики предрекают, может быть, не долгосрочный, но разворот кверху. Соответственно, интерес к долларам у инвесторов в этой ситуации может возникнуть, усилиться и привести к среднесрочному укреплению доллара до 70 рублей. Руслан, а как на этом фоне чувствуют себя инвесторы? В отсутствии большой волатильности на рынке зарабатывать становится более сложно. И даже наши стратегии, я имею в виду компании Финам, которые, как мы уже говорили, заработали более 50% с начала года, на минувшей неделе находились, скажем так, в стабильном состоянии и даже увидели какую-то просадку. Около 10% мы потеряли по синергии на прошлой неделе. Для клиентов долгосрочных, как правило, это не страшно, но для тех, кто находится в процессе раздумия, просадка по стратегии – это самый благоприятный момент для начала инвестиций. То есть выгоднее всего покупать тот актив, который находится не на максимуме цены, откатился от максимума и тем самым предлагает более благоприятную конъюнктуру. Таким образом, синергия и нефть золотой валюты акции продолжают привлекать клиентский портфель. Ну что, по-моему, исчерпывающе. Спасибо за ваши комментарии и за ваше время. Спасибо вам. Валюта, однако, ведет себя несколько иначе. Поэтому я всем советую продавать. А теперь мы перейдем к следующему. У каждого свой способ управления финансами. Найти для вас подходящий – наша задача. Финал. Это были экономические вести. Будьте с нами. Увидимся в следующий вторник.